Майк Гелприн, Наталья Анискова Однажды в Одессе Страшным выдался год 1918-й от Рождества Христова, а следующий, 919-й, еще страшнее. Кровью изморала Россию война, мертвичиной выстелила. Раздорная война, несправедливая, гражданская. На кремлевском троне волдырем гнойным вспух Нестор Махно, самодержец, батька всей Руси, хамовитый, наглый, крикливый, анархист, узурпатор. Гуляли батькины хлопцы с размахом, грабили, насиловали, резали. С боем брали города, жгли села, расстреливали, шашками полостали. На севере христались в конных лавах с красными бандами Ульянова-Ленина. На западе отжимали к Дону, добивали фронтоватых добровольцев Деникина. На востоке гнали за Урал Колчака и Капеля. А на юге? На юге все было кончено. Южные города один за другим пали под копытом Ахновских коней. Бабьим воем зашелся, отданный на три дня на разграбление Новороссийск. Кровью умылся и захлебнулся в ней Екатеринодар. Сотнями, тысячами сколачивали гробы в Геленджике и Анапе. А в Одессе? А в Одессе сидел Лева Задов, наместник Батькин, городоначальник. Хорошо сидел, прочно, уверенно. Кривя страшную, одутловатую от пьянства рожу, брезгливо подписывал расстрельные приказы. Жрал от пузы и надсадно хрипел, мучая девочек, которых таскали ему с пересыпи и молдаванки. Мазурики, уркаганы, домушники, формазоны и морвихеры стекались под Левина крыло со всех городов и весей. Хорошо жилось лихим людям в Одессе, вольготно, сладко. Зашел с бубновом, режай и пей, гуляй. Рванина нет больше законов, нет кичманов, нет городовых и околоточных. С уголовниками Лева ладил, хотя и не со всеми. С форточниками, клюквенниками, мойщиками, щипачами, да. С дорогой душой. Если ты разбойник-насильник-убивец, то ты свой в доску. Даже если простой жиган. Только не контрабандист. Контрабандистов Лева Задов не жаловал и полагал запускающими руку в карман. И не об и в чей, а в его карман, в Левин. Впрочем, контрабандистов никогда не жаловали. Ни при какой власти. При безвластии тоже. Ранним утром, когда на Молдаванке уже закрылся последний шалман и оборвалась азартная игра на барбутах, прошел по мясоедовской тертый человек Моня Перельмуттор по кличке Цимис. Был Моня низкоросл, коренаст, по коршуни носатый, мелким бесом кучеряв. Еще он был молчалив, неприветлив и небрит. А еще Моню Цимиса знали. Те знали, кому надо. И были те, кто надо, людьми сплошь серьезными, обстоятельными и сосредствами. Одолев мясоедовскую, свернул Моня на Разумовскую, упрятав поросшие буйным волосом кулаки в карманы и, надвинув на глаза кепку, миновал два квартала. Быстро оглянулся, прошил улицу колючим взглядом. Ничего подозрительного не обнаружил и нырнул в глухой дворик с греческой галерейкой, заросшей диким виноградом. Здесь Моню ждали, здесь был он, несмотря на неприветливость и угрюмость, гостем желанным, потому что имел с обитателями двора дело. И было это дело прибыльным, а значит, угодным Богу и для людей полезным. — Товар! — коротко осведомился заросшей бородой по самые глаза сухопарый мужчина в черном потертом лапсердаке, со свисающими из-под полы молитвенными веревками. Моня молча кивнул. — Это хорошо! — одобрил наличие товара бородатый. — И где он? Моня также молча указал пальцем вниз. Жест означал, что товар в надежном месте, под землей, в катакомбах. — Товар нужен завтра, — деловито сообщил бородатый. — Возьму, сколько есть под расчет. Моня опять кивнул. Звали бородатого Рувим Кацельсон. С Моней он работал не первый год. И раз сказал под расчет, то расчет будет, можно не сомневаться. Впрочем, можно было не сомневаться, окажись на месте Рувима любой другой, кто Моню Цимиса знал. Потому что не рассчитаться с ним дело было не только рисковым, но и смертельно опасным, а значит, глупым и для здоровья неполезным. — Есть одно дело, — понизив голос, сообщил бородатый Рувим. — Не очень кошерное. Моня вопросительно поднял брови. Некошерные дела были его специальностью, так что Рувим мог бы об очевидных вещах и не упоминать. — Деньги хорошие, — изучающий глядя Моню в глаза сказал Кацельсон. — Очень хорошие деньги, чтоб я так жил. Серьезные люди платят. — Что за дело и сколько платят? — подал, наконец, голос Моня. О серьезных людях он спрашивать не стал, кто именно платит, его не интересовало. — Договоримся, — бормотнул Кацельсон. — А дело такое, надо сплавать до Турции и обратно. Порожняком, без товара. — Что за цимисплыть без товара? — Надо отвезти туда кое-кого. — На берегу вас встретят наши люди, заплатят золотом. А задаток, если ударим по рукам, я вам вперед оплачу. Есть, правда, сложности. — Что за сложности? — нахмурился Моня. Сложностей он не любил, особенно лишних, тех, без которых можно обойтись. — Для таких парней, как вы, пустяки, дай вам бог здоровья. В общем, ночью делать надо, и поцам этого шмака не попадаться. Иначе... — Руим не договорил. Что иначе, было понятно без слов. Шмаком называл он градоначальника Льва Николаевича Задова, а поцами, отирающуюся вокруг Лёвы, вооружённую банду. — Я поговорю с компаньонами, — поразмыслив с минуту, сказал Моне. — Завтра дам тебе знать за этот цимис. Он повернулся и, не прощаясь, двинулся прочь, выбрался на Розумовскую, глядя себе под ноги, побрёл по ней в сторону Большой Арнаутской. — Эй, гляди, жидок! — услышал Моне хреплый голос за спиной. — А ну, ходи сюда до нас, жидок! Моне в полоборота оглянулся. Его нагоняли двое конных, бурки на груди распахнуты, попахи заломлены, морды красные, испитые. Одно слово — анархисты. Моне остановился и окинул обоих угрюмым взглядом. Шагнул назад и оперся спиной на обшарпанную стену, видавшей виды двухэтажки. — Пальто, сэмай! — тесня Моню мордой коня, велел усатый молодец с нехорошими водянистыми глазами. — И шепчь, сэмай, а не то шлёпнем. — А может, его наперёд шлёпнуть, а потом сэмать? — хохотнул второй. — Слышь, жидок, жить хочешь? Моне кивнул. Жить он хотел, а расставаться с пальто нет. — Разойдёмся, — предложил он. — Я пойду, а вы ехайте себе дальше. — Вот же наглый какой жид! — удивлённо ахнул усатый и потянул сбока шашку. — Вот же наглюка! — Ладно-ладно, сэмаю, — сказал Моне примирительно. Он расстегнул пуговицы, повёл плечами, сбросил пальто и, повернув его изнанкой к себе, протянул усатому. Револьвер системы наган, с которым Моне цимис не расставался и который клал под подушку, засыпая, скользнул из внутреннего кармана в кулак. Резкий отрывистый треск разорвал утреннюю тишину эхом, отражаясь от стен, прокатился по Разумовской. Коны ещё заваливались, когда Моне, зажав простреленное в двух местах пальто под мышкой, сиганул в ближайший переулок. Опрометю пронёсся, по нему проскочил под арку проходного двора, за ним следующего, потом ещё одного. С полчаса Моне петлял по молдаванке, затем отдышался, критически осмотрел отверстие в многострадальном пальто, крякнул с досадой, хорошие вещи спортили, турецкой кожи, контрабандный товар. Напялил пальто на плечи и застегнул пуговицы. Ещё через десять минут Моне Цемис пробрался в старую полуразвалившуюся нежилую хибару на Дальницкой, разбросал обильно покрывающий, занозистый дощатый пол мусор и исчез с лица земли, а точнее, с её поверхности. Проделанный в гнилых досках люк был минной, началом тайного подземного хода, и вёл ход туда, где для контрабандистов, дом родной, в катакомбы. В квартирке на втором этаже дома Попудовой, что на Коблевской улице, не спали до утра. До утра осветился ночник, чуть подрагивая, и хмельной грузчик, топая в боржану, заметил, глядя на абрикосовый прямоугольник окна. — Не спят курвячьи курвы. — Видать, не до сна им, — согласился Попудчик, такой же портовая работяга. И вправду обитательнице квартиры было не до сна. Полина Гурвич, бывшая солистка одесской оперы, мерила шагами спальню, вздрагивая на каждый шорох. Ещё полгода назад певица, известная чудным голосом и красотой на всю Одессу, блистала на сцене и чаровала в жизни. Ныне же загнанная, объявленная в розыск, скрывалась по наёмным углам. Полина безостановочно теребила концы чёрной кружевной шали, то связывая их узлом, то развязывая, и, кажется, не замечала, что под ногами валяются шпильки из прически. Тёмные, как соболь, волосы до пояса окутывали хозяйку. И в раскосых слегка глазах, и в широких скулах Полины тоже было что-то соболье, диковатое. Так дохнуло на её лицо далёкой монгольской кровью. Оконное стекло коротко звякнуло раз, другой. Полина подбежала, раздвинула тяжёлые шторы на четверть ладони, рассмотрела метившегося камешком бородача, махнула ему, пальцем указала за плечо в сторону входной двери, выскочила из спальни, пробежала по коридору и быстро защёлкала хитро устроенными замками. — Ну как? — набросилась она с вопросами на вошедшего. — Договорились? — Ща, Поленька, не гони лошадей! — жестом остановил её рубимка Снельсон. Полина, сжав кулачки с концами шали, умоляюще, нетерпеливо смотрела на гостя. — Мой приятель поговорить за это дело со своими друзьями, и к ночи всё решится. Поплывёте в Стамбул, никакой шмак тебя там не достанет. — А если они не согласятся? — Других найдём. Полина заперла за рубимом дверь и обессиленно прислонилась к стене. Уехать, уехать поскорее отсюда этот город наобещал когда-то Полине счастье и обманул, и взамен ничего не дал. Моня нашарил на выступе о горях свечи, зажёг его и двинулся вперёд. План ему не требовался. Эту ветку катакомб Цимес знал как свой карман. Ориентировался по приметам, стороннему глазу невидимым. Здесь ниша, там выступ ещё где. Копоть на стене. Катакомбы в Одессе появились ещё при Алексашке-освободителе. Тогда в них добывали камень-ракушечник для строительства. Начали добычу камня от села Усатого. А затем подземная сеть разрослась, протянулась под всем городом. Коридоры велись, петляли, расцветали в галереи и увидали в узкие, едва проходимые лазы. Отстреливали побеги шурфов и штолен, щерились с чёрными ртами провалов и ходов. У одного из ответвлений Моня остановился. Он всегда останавливался здесь, когда случалось идти этим путём. Постоял с минуту, молча, насупившись. Тянулось ответвление в часть катакомб, знающими людьми, называемую Мешком. Гиблым местом был Мешок. Проклятым. Славу имел нехорошую, и говорили про него разное. Не возвращались оттуда людишки, кто по глупости сунулся. И кто по необходимости тоже не возвращались. Савка, крюк. Уж на что фортовый был жиган, а сгинул в Мешке вместе со своей бандой, когда от погони уходили. Восемь человек было, люди отчаянные, лихие. Ни один не вернулся, даже костей не осталось. Поговаривали, что унёс Савка под землю золотишко. Много унёс, сколько на горбу сдюжил. И поживиться тем золотишком желающих было немало. Лезли охотники за Савкиным добром в Мешок, кто в одиночку, кто с друзьями да подельниками. Никто не вернулся, даже те, кто верёвкой обвязывались. А верный кореш конец той верёвки в зубах держал. Моня как раз держал. А на другом конце Янкель был, брат его, старший. Моня цемис глотнул слюну, в который раз вспомнил, как ослабело, провисла тогда верёвка, и как он орал, надрываясь в пустоту, ведущую в Мешок провала. А потом вытягивал верёвку судорожно, отчаянно сбивая костяшки пальца по возвесняк, и вытянул-таки обрывок, как ножом отрезанный. Добравшись до склада, Моня посвистел, условно дождался ответного свиста и шагнул в чёрный косой проём. Когда-то здесь был забой, брошенный, а ныне обжитый, превращённый в комнату с куполообразным потолком почти в залу. Один его угол занимали коробки и тюки, в другом стоял продавленный диван, бронзовый столик и пара разномастных кресел. В креслах и расположились компаньоны Циммиса, Лука Ставрос и Николай Краснов. Компаньоны резались в буру. Ставрос, зловещего вида здоровенный грек, растерянно смотрел на карты, выложенные на столе, и теребил серьгу в ухе. Краснов, загорелый до почти ассирийской смуглоты блондин, откинувшись на спинку кресла, бесстрастно разглядывал потолок. «На шо игра?» — поинтересовался Моня. «На малый интерес», — сообщил Краснов, не теряя почти английской невозмутимости. «И как, ваше благородие?» «Не везёт». «Был Краснов из дворян, в своё время воевал, офицерствовал. На память от войны остались перечеркнувшие грудь косой сабельный шрам, да небрежные, ленивые, хладнокровие. Краснова подобрал Ставрос, которому приглянулось, как тот стреляет. А стрелял Николай мастерски на вскидку, на звук с двух рук, не меняясь в лице, не целясь и не промахиваясь. «Тут дело образовалось». «Но», — повернулся к Моне Лука, Краснов поднял вопросительно брови. «В Турцию обратно порожняком с пассажиром». «Гонорар», — лениво осведомился Краснов. «Пока не знаю, Рувим всякий халомис предлагать не станет. Платят золотом, задатком, но могут быть сложности». «Что за сложности?» «Например, пострелять придётся». «Это можно», — отозвался после минутного раздумия Грек. «Кого?» «Как придётся». «Тоже можно. Филюга на месте поплывём». Филюгой называл Лука Ставрос неприметный, но вместительный баркас с обшарпанными бортами и покосившейся рубкой. Баркасом все трое владели совместно, и неказистый внешний вид поддерживали намеренно. Мотор на баркасе был, однако, отменный. Его Луке под заказ доставили из Греции родственники. «Они же, несмотря на родство, содрали приличные деньги, но мотор того стоил, и за три ходки окупился». «Так шо соглашаться?» Моня поскрёб трёхдневную щетину и сплюнул в угол. «Ты как, благородие?» «Отчего ж нет?» — кивнул Николай. «Соглашайся, конечно». Пробудившись, Лёва Задов первым делом схватился за раскалывающуюся от скверной похмельной боли голову. Затем перелез через задастую и грудастую, похрапывающую с присвистом брюнетку, попытался вспомнить, кто такая, не вспомнил, и, бронясь вслух, потащился к дверям. Увесистым пинком их распахнул и вывалился в прихожую. Зя Мамбиток, состоящий при Лёве ординарцем, начальником штаба и вообще правой рукой, при появлении начальства вскочил, сноровисто наполнил огуречным рассолом пузатую расписную кружку, молча поднёс. «Чего слыхать?» — Задов с трудом зафиксировал кружку в трясущихся с перепоя руках. «Гриска с панасом шлёпнули». «Что?» — Лёва не донёс рассол до рта. «Как шлёпнули?» — «Кто?» — «Постреляли?» — доложил Зяма. «Обы ещё тёпленькие. Кто?» — «Неведомо, но, говорят, видели там одного». «Какого одного?» — «Пока не знаем, но узнаем». Был Зяма человеком основательным и дотошным. Если сказал, что узнает, можно было в том не сомневаться. Лёва, кривясь от горечи, опростал кружку с рассолом, закашлялся. Биток вежливо похлопал ладонью по спине. Кашель прекратился. Лёва шумно отплевался, затем отхаркался. «За бабу что слышно?» — спросил он. «Ищем бабу». «Ищем свищем», — передразнил подчинённого Задов. «А толку?» «Найдём». Лёва смирил Битка недовольным взглядом. «Бабу найти было необходимо и как можно скорее. Казалось бы, чего проще? Её каждая собака в Одессе знает. Ещё бы, не Шикса какая-нибудь с Приоза, а настоящая актриса». Хотя в том, что настоящая, Лёва в последнее время сомневался. «Слишком оборотисто для оперной певицы оказалась Полина Гурвич. Впрочем, полукровки, они такие. Сами евреи говорят, что полжида — это как два целых». «Ну вот что», — произнёс Лёва решительно. «Хлопцам скажи. Кто бабу найдёт, тому от меня будет приятно. Так и передай, и вот ещё. Если живьём не дастся, пускай её где найдут, там и шлёпнут. Понял? Из-за этого разузнай, который грецка с Панасом. Всё понял». Зяма кивнул и, вышибив задом входную дверь, удалился. К обеду он вернулся, выставил из дома утомившую начальство грудастую брюнетку, откупорил заткнутую тряпицей бутыль с мутной жидкостью, разлил в гранёные стаканы и доложил. «Панаса с грецком уже отпили. Запомин души!» — Лёва покрутил нечесанной башкой, опрокинул в рот стакан с мутной жидкостью. «Ну, и кто их заделал?» «Есть один такой. Фамилия ему Перельмутер, но зовут больше по кличке. Моня Цимис. Человек, говорят, серьёзный, из серьёзной семьи. Я его старшего брата знал, Янкеля. Гопстопником тот был, известным. Сгинул где-то, а Моня теперь вроде как за место него. Только на гопстопы не ходит, коммерцией занимается. Той, которая без вывески». «Без вывески, говоришь?» — Лёва поморщился. «Ты за бабу хлопцам передал?» «Передал». «Так сходи ещё передай, теперь за этого Моню, чтобы, как появится, с ним церемонии не разводили». «Легко сказать, появится. Он наружу-то вылезает, как крот из норы, раз в год по обещанию. Погуляет мало-мало, нырнёт под землю, и нет его. Так пускай из-под земли выроёт», — саданул кулаком по столешнице Лёва. «Такого выроешь. Хотя говорят, что у него дела тут с одним. Есть такой, зовут Рувим Кацнельсон. Человек божий. И я подумал, надо бы поставить за этим Рувимом ноги». «Доставь хоть что», — досадливо буркнул Задов. «Хоть ноги, хоть руки. Результат чтоб был». Вечер стоял мирный, подвоённому томный. Молодцевато глядел с пьедестала дюк Ришелье. По-старому ворковали голуби, а город насквозь пропитался запахом осеннего палого листа. И ночь спустилась на Одессу такая же тихая, прозрачно-ясная, с деликатными фонарями и с морским шорохом. Запряжённая парой не слишком резвых жеребцов бендюга, скрипя рассохшими рессорами, протащилась по Ольгиевской. На углу Скоблевской бендюжник до сирийской смуглости загорелый блондин в белой холчевой рубахе придержал коней. Бородатый сухопарый мужчина в чёрном лапсердаке и чёрной же широкополой шляпе отделился от стены углового дома, сделал десяток быстрых шажков и оказался перед повозкой. «Вам привет от Арона», — сообщил Бородатый. «Я рубим». «Надеюсь, Арон здоров», — отозвался на пароль загорелый бендюжник. «Садитесь». Бородатый скользнул в повозку. Через мгновение она тронулась и потащилась по Коблевской. У дома попудовый пассажир вылез, бендюжник остался на козлах, рубим подобрал с земли пригоршню мелких камешков, примерился, запустил один в окно второго этажа. Через пять минут в дверях показалась женская фигурка. Бендюжник гулко сглотнул слюну, когда тусклый свет из окна упал девушке на лицо. «Неужели это вы, Полина?» — тихо спросил он. «Вы меня знаете?» — встревоженно отозвалась девушка и шагнула ближе. «Боже мой, Николя, вы!» «А ну, стоять!» — не дал Полине закончить фразу голос из темноты. «Стоять, сучьи дети!» Бендюжник, с нехарактерным для людей его профессией именем Николя, не изменившись в лице, обернулся на голос. Из ближайшего двора, на ходу срывая с плеч винтовки, бежали трое. «В телегу!» — коротко бросил бендюжник. «Быстро, ну!» Девушка, оцепенев от страха, не сдвинулась с места. Бородатый Рувим шарахнулся к стене, неразборчиво забармотал молитву. Оттолкнувшись, бендюжник слетел с козел, рывком распахнул дверцу повозки, подхватил Полину, забросил ее вовнутрь. «Стоять, гад!» — Николя оглянулся. Троица была уже в двадцати шагах. Передний еще бежал, двое остальных наводили берданочные стволы. Бендюжник, так и не изменившись в лице, пал на одно колено. Полые холщовые рубахи распахнулись, Ноган, казалось, сам прыгнул в левую руку, маузер — в правую. В следующий момент винтовочные выстрелы слились с пистолетами. Захлебнувшись кровью, сполз по стене Рувим Кацнельсон. Николя в подплывающей красном на левом плече рубахе вскарабкался на козлы. В три приема развернул повозку, гикнув, пустил жеребцов по Коблевской. Двое берданочников лежали на мостовой навзнич, третий трудно отползал в подворотню. Николя на ходу пустил в него пулю и погнал бендюгу по ночному городу в сторону порта. Сквозь стопот копыт послышался скрежет ветвей по борту повозки. Снова эти акации, — Николай скрипнул зубами. По весне Одесса утопала в кремовых цветах, опадающих на земь и шуршащих папиросной бумагой по мостовой. Сладко-пряный запах акаций кружил голову и сподвигал горожан на романтические глупости. В мае 14-го подпоручик Краснов не чурался ни глупостей, ни романтики. Как-то вечером они с приятелем-поручиком Архипенко катались в пролетке с Николаевского бульвара на французский обратно. Болтали, разглядывали проходивших и проезжавших мимо дам, раздумывали, где поужинать нынче. Война была уже объявлена, и эшелоны отправлялись один за другим на фронт. На ускоряющем жизнь вокзальном ветерке, который засквозил по Одессе, подобное мирное времяпровождение казалось украденным у настоящего, полуреальным. Закатная Марьева выпустила навстречу пролетку, в которой сидели две хорошенькие девушки, одна в белой шляпке, другая в розовой, смеющиеся беззаботные. Архипенко приветствовал дам как знакомых. Пролетка ли замедлила ход, или время так растянулось, Николай не понял. Он до неприличия долго разглядывал девушку белой шляпки, не в силах отвести взгляд. — Кто это? — поинтересовался Краснов, когда пролетки разъехались. — Дочь Гуревичей. Ты ведь знаком? — А тот розанчик их, племянница из Киева, Полина. — Кажется, студентка консерватории. В следующий раз Николай встретил эту девушку через неделю. В летнем саду устроены были танцы. На эстраде расположился оркестрик, поле вокруг обычно отводилось для танцующих. Краснов заметил белую шляпку издали. В каждой черточке, в каждом движении ее полно было неизъяснимой манкости, словно ниточку натягивало, вынуждая Николая идти к ней. — Вы позволите? На его счастье зазвучал как раз новый вальс. — Да. И прохладные пальчики в ладонь, и гибкая талия под руку, и аромат в голову. Краснов не помнил больше никаких подробностей того вечера совершенно. Помнил только, что проводил Полину и пошел бродить по городу, хмельной от восторга. Они уговорились встретиться через день. А на завтра полк, в котором служил подпородчик Краснов, отправили на фронт. И вот сейчас Поленька там, за спиной, и все несбывшееся, все отмечтанное и запертое во времена, он и на замок снова берет его прохладными пальчиками за запястье. Зямобиток спал чутко, приобрел эту привычку за беспокойные годы под Левиным началом. Ворвавшийся к Зяме посреди ночи вестовой, не успел еще, закончив короткий доклад, отдышаться, а Биток был уже на ногах, одетый при кобуре с Маузером. «Точно она?» — отдуваясь, пытал Зяма вестового. «Обознаться не мог?» «Она!» — осенил себя крестом тот. «Такую ни с кем не попутаешь! Мы ее сразу узнали, как из дома вышло. А Стас покойник и говорит. За Стаса потом, что за Кацнельсона скажешь?» «Так шлепнули ж его, Кацнельсона!» Зяма сложил в уме фрагменты нехитрой мозаики. Убитый Кацнельсон знался с контрабандистами. Операцию по вывозу Полины Гурвич наверняка организовал он. «Значит, через пять минут в казармах протубили подъем. Еще через час два катера, каждая из дюжины вооруженных людей на борту, отвалили от портовых причалов и вышли в море». Краснов столкнул в воду легкий остроносый ялик, запрыгнул на борт и, усевшись на банку, взялся за весла. Выйдь хотелось от боли в простреле на плече и от нехорошего душу давящего предчувствия. «Николя, вы и ранены, Николя?» растерянно спросила Полина. Краснов не ответил. Сжав зубы, он принялся выгребать от берега. Левая рука не слушалась. Весло шаркало лопастью по воде. Ялик не хотел держаться на курсе, упорно косил влево, рыскал, раскачивался. «Я не знаю, как вас благодарить». «Не будем об этом», — Николай, не удержавшись, закрестел от боли. Минут десять провели молча. Краснов, теряя силы и кровь, ожесточенно гнал ялик на тусклый свет масляного фонаря метрах в трехстах от берега. Когда до фонаря остались считанные грибки, Николай свистнул. Ему незамедлительно ответили. Луч заметался по воде, нащупывая ялик. Краснов зажмурился, бросил весла, поймал брошенный с баркаса конец, закрепил за банку. «Николя, вас надо перевязать, вы весь в крови», — ахнула Полина. «Вы умеете делать перевязки?» «Когда-то умела». «Ладно». «Сюда ехайте», — предложил угрюмый голос баркаса. «Благородие, да ты никак ранен. А это шо за цемес? Гатани, тож баба. Лука, эй, Лука!» Едва оказались на борту, Лука Ставрос ухватил Краснова за грудки. «Ты кого нам привез?» — грек оскалился, яростно метнулась золотая серьга в ухе. «Кого привез?» — спрашиваю. «Кого надо, того и привез». «Одурел?» «За бабу уговора не было». «Баба на борту к беде?» «Я выхожу из дела». «Твой богомольный дружок, — Лука, — обернулся к Моне Цимесу. Нас подставил. Ша!» «Благородие, тебе задаток Рувим уплатил?» «Не успел, убили Рувима». Моне Цимес хакнул, закрутил головой, сплюнул за борт. «Божий человек был». «И ладно, с мертвых спросу нету». «Нету», — подтвердил Лука. «И с нас теперь нету». «А с нас есть», — Моне поскреб щетину. «С нас спрос остался, мы слово давали. Выбирай якорь». «Ничего я не буду выбирать, я...» Грек отпустил Краснова, обернулся к Моне, сжал кулаки, и вдруг, наткнувшись на мрачный из-под лобья взгляд, осёкся и сник. Таким взглядом Моне Цимес смотрел на человека, прежде чем с ним разобраться. Нехорошим был взгляд, мрачным и стылом. Луку передёрнуло, он закашлялся и отступил назад. «Зовут вас как, дамочка?» «Полиной». «Я Моне Цимес». «Благородишь, знакомец ваш». «Мы знакомы», — Полина кивнула. «Ну так и шо вы стоите, его перетянуть надо». Изобретение механика Ивана Кулибина, заклятый враг контрабандиста, прожектор, нашёл Филюгу, едва вышли в фарватер. Через мгновение к нему присоединился второй, зашарил по бортам, ударил по глазам стоящего за штурвалом Луку и заметался по палубе. «Эдрёна, мать!» — Грек заложил вираж, развернул баркас параллельно берегу. «Баба на борту, я же говорил, суки!» Прожекторы не отпускали. Один теперь словно приклеился к Филюге, другой кругами плясал по воде. «Уйдём!» — Моне Цимес с наганом в руке подскочил к Греку, приобнял за плечи и заглянул в глаза. «Уйдём, иначе хана!» Лука не ответил, заскрежетал зубами из досады, ощерился и рванул в штурвал. Баркас заложил новый вираж и устремился в открытое море. Что уйти не удастся, Моне понял довольно скоро. Прожектора приближались. Один сзади неустанно догонял, другой заходил сбоку на перерез. Отрывистый звук винтовочных выстрелов вплёлся в натужный рёв мотора. Но пули пока ещё не достигали Баркаса, не долетали, тонули в море. «Разворачивай!» — ряпкнул Моне в ухо Луке. «Здесь нас всех постреляют!» «Куда разворачивать?» — вызверился на Моню Грек. «К берегу!» «Там верняк постреляют!» «Может, не успеют. Уйдём в катакомбы!» «Куда уйдём?» — лукоматерно выбронился. «Там везде глухие ходы. Нас задушат!» «Может, ещё не задушат!» «Разворачивай, я сказал!» «Благородие бабах, где?» «В трюме!» «Бери винтарь!» «Как подойдут, бей по прожекторам!» «Не попаду! При такой качке не попаду!» «Попадёшь, иначе хана!» Прожекторы удалось подбить лишь у самого берега, и на палубе, наконец, стало темно. Пули хлистали по бортам, впивались в обшивку рубки. «Держись!» — заорал Скармеймоне. «Сейчас врежет!» Баркас сходу вонзился в дно, Луку грудью приложила, а штурвал отбросила, швырнула на палубу, прокатила по ней, вмазала в борт. В голове взорвался сгусток боли. «Уходим!» — схватившись за голову, разобрал Лука. «Благородие живой! Бабу выводи! Уходим!» Как прыгали с палубы в воду, как под выстрелами шлёпали к берегу и как один за другим ныряли в чёрную, разъявленную пасть, грота Лука не запомнил. Он пришёл в себя лишь когда треск выстрелов, стих и наступившую густую чёрную тишину пронзил скрипучий и глумливый голос. «Попались, курвячье семя! Теперь не уйдёте!» Моня Цимис, привалившись спиной к шершавой холодной известняковой стене, в который раз пересчитал патроны к нагану. Пересчитывать их было ни к чему, патронов как было шесть штук, так и осталось. Но занять себя чем-то следовало, и он пересчитывал. Минуты утекали одна за другой, втягивались в подземелье, исчезали в нём бесследно, и их становилось всё меньше, а через час, когда истечёт срок ультиматума, не останется совсем. — Сдадимся, — тоскливо предложил Лука. — Жить больно хочется. Расшлёпают нас. — Нас так и так расшлёпают, — невозбудимо сказал Краснов. — Если сдадимся, может, и не станут. Или... Лука покосился на Полину, которую Краснов обнимал за плечи. — Или её сдадим. — Зями она нужна, не мы. Сдадим её, а сами здесь отсидимся. Не полезут они к нам. Надо им это. Жить-то всем хочется. — Ну что, надумали? — донёсся глубливый голос со стороны входа. — Выходись по одному, не тронем. — Может, нырнём? Краснов обернулся к Монне и кивнул на узкий, косо уходящий под землю лаз, из которого тянуло сыростью и ещё чем-то затхлым неживым. — Лучше уж к стенке. Это мешок. Оттуда не возвращаются. Брат мой там сгинул. И остальные. Все, кто сунулся. Лучше уж от пули. Лука истово закивал, соглашаясь. — Отпустите меня. Полина сбросила руку Николая с плеча. Поднялась. — Вы правильно сказали. Им нужна я. С вами им делить нечего. — Сядьте, Поля. Краснов, расставшись с обычной, невозмутимостью в лице, криво улыбнулся. — Я так считаю. Кто желает сдаться, пускай идёт. Кто не желает, тот остаётся. Я остаюсь. Мы и остаёмся. — поправился он, вновь притянув Полину к себе. С минуту молчали. Тишина давила на виски, залепляла ноздри, ввинчивалась в ушные раковины. — Ладно, — сказал Моня Цимис, отвалился от стены и встал на ноги. — Сдаёмся. Ты прости нас, благородие. Пойдём мы. Лука вскочил. — Сдаёмся, — закричал он, приложив руки к рту. — Ваш взяла, не стреляйте, выходим. Лука, не оглядываясь, тринулся на выход. Моня угрюмо, потоптавшись на месте, пошагал за ним. — Вот и всё, — сказал Николай бесстрастно. Когда шаги ушедших стали неслышны. — Хочу спросить, зачем вы им, Поля? — Я расскажу позже. Давайте спускаться. Полина кивнула на лаз. — Другого выхода нет. — Там тоже нет, только смерть. Вероятно, мучительная. Говорят, что... Всякое говорят. — Вот возьмите пистолет, у меня есть ещё один. — Хотя, если говорят правду, мы не успеем даже застрелиться. — Пойдёмте. — Да, и это оставьте здесь. Николай кивнул на миниатюрную дамскую сумочку, которую Полина прижимала к груди. — Там Полина опустила глаза. — Документы важные. — Кому они теперь важны? — Пойдёмте, Полин, я буду спускаться первым. Вы... — Первым я... — не дал закончить фразу голоса с темноты. — Вы оба за мной. Ну шо расселись. Моня Цимис неслышно ступая, приблизился к глазу, хмуро его осмотрел. — Ты что же, решил вернуться? — Выходит, решил. — Почему? — Да так... — Моня смирил Краснова угрюмым взглядом. — Хочется сдохнуть красиво. — Красиво не получится. — Тогда как получится. Первые полчаса двигались ползком. Затем лаз расширился, и стало можно разогнуться, а затем и выпрямиться. Моня остановился, заозирался по сторонам, описывая круги, зажатым в кулаке огарком свечи. — Там сзади было ответвление, — сказал Николай, — в шагах двадцати. Слова прозвучали тяжело, гулко и неразборчиво. Расплылись, отражённые от стен эхом. — Вернёмся, — подумав с минуту, предложил Моня. — Надо сделать зарубку. Кто знает, сколько нам тут плутать, пока не подохнем. Полина вздрогнула. Ей было страшно, жутко, отчаянно страшно. — Не надо возвращаться, — быстро сказала девушка. — Пойдёмте дальше. — Ладно, здесь побудьте. Моня обогнул Полину и зашагал назад. — Ох, гадыня! — Что случилось? — обычным бесстрастным голосом спросил Краснов. — Сам погляди. Краснов взял Полину за руку, потянул её за собой и поглядел. — Да, — протянул он. — Вот оно, значит, что. Проход, из которого они пару минут назад выбрались, исчез, — на месте уходящего косы вверх лаза была теперь лишь сплошная глухая стена. — Сколько времени мы уже здесь? — с дрожью в голосе спросила Полина. — Не знаю. Час, может, полтора. Интересно, как там Лука? Живой ли? — Моня сплюнул. — Наверное, живой. Он не ошибся. В это время Лука Ставрос был ещё жив. Раздирая руками простреленную грудь, он корчился на прибрежной гальке. Луку Зяма приказал расстрелять сразу, после того, как убедился, что остальные трое исчезли. Жизнь не хотела покидать Ставроса. Она упорно цеплялась за его могучее загорелое тело. Зяма мелкими шажками приблизился, навёл Маузер и выстрелил Луке в лицо. Наклонился, выдрал из уха золотую серьгу и упрятал за пазуху. К концу третьих суток истончился, дрогнул и исяк огонёк с огарка последней свечи. Мони Цимис добрался на заплетающихся ногах до очередной в уродливых известняковых наростах стены, опираясь на неё спиной, сполз на землю и положил рядом с собой Полину. Она была без сознания уже сутки, и тащили они её на себе по очереди, меняясь каждые полчаса. «Надо пожрать», — сказал Моня, отхватил ножом кусок рукава от пальто, разодрал надвое, половину протянул Краснову. Пальто было то самое турецкой кожи, контрабандный товар. А левый его рукав уже съели. Николай, давясь, набил рот отрезом от правого, принялся остервенело жевать. Проклятое пальто было совсем несъедобным. Даже разжёванная в кашицу турецкая дублёная кожа не шла в горло, и ей приходилось отплёвываться. Левую руку Краснов давно уже не чувствовал. На её месте угнездился жгут, выматывающий, ноющий боль. Правая рука ещё действовала, но с каждым разом прижимать ей к себе бесчувственную Полину было всё тяжелее. Николай сам не понимал, как до сих пор умудрился не выронить её и не упасть навзничь рядом. «Надо попить», — сказал Моня, прикончив кусок рукава. Поднялся на ощупь, нашарил на стене влажный участок, тщательно вылезал, перешёл к следующему. «Ещё сутки и всё», — сказал он, осушив очередной пятый по счёту кусок стены. «Нет смысла, благородие». «В чём нет смысла?» «Её надо бросить. С ней мы и не дойдём, сдохнем. Мы по-любому не дойдём и сдохнем. Только сделать это надо, как люди, с честью». «С честью», — задумчиво повторил Моня Цимис. «У нас с тобой разная честь, благородие». «Честь у всех одна». Моня помолчал, затем поднялся, сбросил пальто, помогая себе ножом, разрезал по шву пополам. Бросил половину на землю, другую зажал подмышкой. «Разойдёмся», — сказал он. «Жратву я вам оставил. Пойду». «Вступай». Краснов опустился рядом с Полиной на землю. «И жратву свою забирай. Тебе она ещё пригодится, а нам ни к чему. Ну что стоишь, иди». «Зла не держи», — сказал Моня, насупившись. «Может, ещё и помолиться за тебя?» усмехнулся Краснов. «Убирайся», — заорал он внезапно. «Пошёл вон». Штабс-капитан тайной службы его императорского величества Болотов растосовал колоду, дал подснять поручику той же службы Лешко и раздал. За сегодня они расписывали втроём уже пятую пулю, кроме преферанса, делать на посту было нечего. «Шесть пик», — открыл торговлю профессор Шадрин и от души хлопнул себя по щеке. «Проклятые комары!» «Шесть трев», — поручик Лешко поворошил уголье в костре. «Давайте после сдачи прервёмся, господа. Картошка, знаете ли, спечётся». «Пас», — отказался от торговли Болотов. «Когда спечётся, тогда и прервёмся, ваше слово, профессор». Шадрин потеребил редкую поросль на макушке и застыл, отрешённо глядя в небеса. Болотов переглянулся с поручиком. Профессор был со странностями. Впрочем, они все со странностями. Взять хотя бы того, который был месяц назад. Шадрин хотя бы в преферанс умеет. Хорошо, сучий сын играет, а тот, как же его, тверский, дверский, шмерский, не запомнит никак. Так тот не то, что в преферанс, в дурачка не мог, и хлопот от него было столько, что Болотов хотел на прощание поцеловать увёзшую профессора бричку. «Профессор», — горкнул наконец, уставший ждать поручик. «А,» — Шадрин спустился с небес на землю. «Простите, господа, задумался. Шесть треп здесь, шесть бубён. Здесь червей». «Червей, червей», — рассеянно рассматривая свои карты, — повторил профессор. «А вот, думаю, черви там такие же, как у нас». «Где там?» «Действительно», — согласился профессор, «где там, это вопрос». Болотов устало вздохнул. Беда от этих московских учёных. И от питерских тоже. Вот раньше было просто. Был приказ его императорского величества. Всю преступную дрянь, которая к ним проникает через... Ну, через эту... Как её? «Через что к нам они проникают?» Вслух спросил Болотов. «Не могу запомнить, будь оно проклято». «Через аномальные зоны», — напомнил профессор. «Благодарю вас». Так вот, был раньше приказ, Болотов не заметил, что продолжает рассуждать вслух. «Всю шваль, которая к нам сюда лезет через ненормальные зоны, стрелять». Сколько себя помню, так и было. «И при отце моём, и при деде, и за милую душу стреляли. Кого сначала допрашивали, а кого так? И вдруг новый приказ — усиление постов деятелями от науки. Вот скажите, профессор, для чего вы здесь?» «Я... Я, собственно...» — замялся Шадрин. «Понимаете...» «Нет», — отчеканил Болотов. «Не понимаю. Ваш предшественник, как его, тверский, тверский, зверский». «Анатолий Ильич Езерский», — подсказал Шадрин. «Замечательный учёный, прекрасный теоретик и практик». «По-вашему, он замечательный. А знаете что, через его замечательность двое голубчиков у нас едва не сбежали». «И что?» — профессор бросил карты. Рассеянность слетела с него, заменившись сосредоточенностью и серьёзностью. «Куда они едва не сбежали?» «Куда, куда?» — в сердцах предразнил Болотов. «Откуда пришли?» «Хорошо не успели натворить тут дел». «Откуда пришли?» «Это вряд ли», — увесисто сказал профессор. «По последним данным, вряд ли». «Пускай вряд ли», — согласился Болотов. «Какая разница?» «Вам что, важно, откуда эта сволочь берётся?» «Важно не то слово», — сказал Шадрин твёрдо. «Это чрезвычайно важно, штабс-капитан. Вы даже не представляете, насколько. Особенно в связи с последними разработками Академии. Возможно, в ближайшем будущем мы сможем перемещаться между мирами. Возможно, даже завтра. Не просто уходить неизвестно куда и не возвращаться, а целенаправленно посещать другие реальности. Другие что? Вы не поймёте. Сведения, которые поступают от людей, выброшенных аномалией к нам, чрезвычайно важны. Понимаете? Чрезвычайно. Их преступная сущность по сравнению с этими сведениями не имеет значения. Главное, что они носители информации, бесценной информации, заметьте. Бесценной, хохотнул Болотов. Где и кого и когда ограбили или пришили? Вот скажите, профессор, какого чёрта они отправляют преступников к нам вместо того, чтобы расстреливать их у себя на месте? Они что же, считают, мы должны делать за них их работу? Видите ли, профессор замялся, существует гипотеза, смелая, конечно, и никем не доказанная, гипотеза, что никто преступников к нам не ссылает. Как-то не ссылают, ахнул поручик Лешко. А что их сюда на курорт посылают, на воды? Согласно этой гипотезе, они проникают к нам по собственной воле. Видимо, аномальные зоны в их реальностях сопряжены с некой выгодой для того, кто в них забрался. И с опасностью, поэтому проникают в зоны люди сплошь рисковые, лихие, другими словами, криминальные элементы и бунтари. А порядочные в зоны не суются. Из боязни, из-за суеверия, возможно, из-за недостатка информации. — Ладно, профессор, поднял руки вверх Болотов. — Все это крайне интересно, конечно, только для военного человека, присягавшего на верность государю, без разницы. Давайте, господа, картошка уже, должно быть, спеклась. — Нарежьте-ка, буженинки, поручик, посидим, выпьем за здравие государя, грамм по сто двести, закусим, преферанс подождет. Выпить и закусить, однако, не удалось. Едва Болотов разлил по стаканам из пузатой бутыли с двуглавым орлом на этикетке и из охраняемого объекта донесся характерный гул. Производился он новомодным акустическим устройством, улавливающим и усиливающим звуки человеческих шагов. Один, прислушавшись к тембру и громкости гула, определил Лешко. Идет тяжело, видимо, как все они, обессилел. Хотя, поручик, прислушался тщательнее. Возможно, не один, а двое. Но первый тащит второго на себя, очень уж грузно ступает. Болотов кивнул, соглашаясь, и потянулся к заряженному ампулами с парализатором духовому ружью. «Вот это номер», присвистнул поручик Лешко, выводив из миниатюрной с ладонь дамской сумочки стопку дымчатых прямоугольных пластинок. «Ничего не понимаю. Взгляните, штабс». «Да что тут понимать», Болотов одну за другой просмотрел пластинки и на свет. «Это фотографические негативы с агентурными сведениями и компроматом, возможно, с разведданными. Дамочка, попросту говоря, шпион». «Вы что же?» ошеломленно спросил Лешко. «Полагаете, они забросили к нам разведчиков?» «Полагаю», сказал Болотов жестко. «Еще полагаю, что это дело не в нашей компетенции. Надо радировать Москву, пускай разбираются». «Постойте», Шадрин протестующий поднял руку. «Дайте-ка, я взгляну». Профессор перебрал стопку фотопластинок пристально вглядываясь в каждую. «У страха глаза велики», сказал он наконец. «Это действительно похоже на компромат, только к нашей реальности не имеющей никакого отношения. Собран он на господина Задова Льва Николаевича, который, судя по всему, работал на некую разведку, а в настоящее время стал заметной политической фигурой, только к нашей реальности и нашей политике не относящейся, так что это меняет дело». После минутного раздумья сказал Болотов. «Вы уверены, профессор?» «Практически уверен. Разумеется, до тех пор, пока не отпечатают позитивы, окончательные выводы делать рано. Однако уже сейчас можно утверждать, что этот задов из той реальности, где власть в России захвачена анархистами, посему, господа, можете поступать с пришельцами обычным порядком, как только придут в себя». Болотов с Лешко переглянулись. «Обычным порядком означал пристрастный допрос с последующим уничтожением». Лешко отвел глаза, первым и выразительно посмотрел на лежащую на траве навзничь девушку. «Ничего так», озвучил общие мысли Болотов. «Если отмыть, будет вполне хороша». «Вы как, профессор?» Шадрин брезгливо поморщился и отрицательно покачал головой. «Все-таки нравы этих уездных вояк отвратительные, хотя их можно понять. Два месяца без вылазного дежурства на объекте в глуши в тридцати с лишним километрах от Одессы». Шадрин в скорости уедет в Москву к молодой жене, а штаб с поручиком останутся здесь кормить комаров. «Этот еще часа два-три не очухается». Волотов небрежно ткнул носком сапога в бок рослого в корости из грязи испекшейся крови блондина. «Возможно, не очухается вообще». «Будьте пока тут, профессор, дамочку мы забираем». «Приглядывайте, если что, кричите, мы будем неподалеку». Ленивого роша догорающей поленья в костре Шадрин размышлял о том, как по приезде в Москву непременно пойдет в Сандуны, затем славно пообедает в Эрмитаже на Неглинке и только потом уже займется отчетами и, наконец, засядет за монографию. Монография писалась уже многие годы и называлась «Сопряжение реальностей». Переходы, обладающие аномальными свойствами подземной зоны, были шадринским коньком, переходами их реальность материнская была связана с полудюжиной дочерних. В материнской реальности исторические процессы протекали стабильно, и эволюция шла по пологой восходящей линии. В дочерних стабильность постоянно нарушалась социальными взрывами и катастрофами, в результате развитие шло по спирали. Социальными взрывами дочерние реальности были обязаны несовершенным законам и излишнему гуманизму власти как следствие в них появлялись бунтари незаурядные личности способные изменить ход истории и временно отклонить эволюцию в сторону. Всякие там Пугачевы Кромбели Грибальди Ульянова Ленины Шадрин поморщился бунтарей он не жаловал а порождаемые ими кровавые нарушения стабильности тем паче в конечном итоге исторические процессы в реальностях выравнивались сглаживались и становились параллельными тем что происходит в материнской однако страшно даже подумать какой ценой достигалась стабильность там где бунтарей вовремя не прибрали к ногтю на прохладном сдобренном запахом печеной картошки в воздухе думалось хорошо размышлением несколько мешал назойливый комаринный гул но за проведенную здесь неделю Шадрин с ним свыкся смирился и научился не обращать внимания как на нечто неизбежное не обратил он внимания и на то что в гул внезапно вплелся новый звук более густой и прерывистый звук шел от выхода из объекта и будь на месте профессора Болотов или Лешко они бы мгновенно определили что именно он означает Шадрин рассеянно выводил из золы картофельну обжигая пальцы освободил от кожуры потянулся за солью руки в гору резко сказал кто-то у него за спиной профессор выронил картофельну оглянулся едва не закричал от ужаса на него наводил устрашающего вида ствол кучерявый чумазый молодчик до глаз заросшей буйной щетиной и кожаным свертком подмышкой дёрнешься шлёпну сообщил молодчик баба где внешность молодчика не оставляла ни малейших сомнений в том что шлёпнуть для него дело плёвое и привычное ты там ощутив жгучее желание оказаться отсюда километров в пятистах махнул рукой профессор эээ с кем мы шо ты мекаешь ревкнул молодчик жить хочешь профессор закивал жить он очень хотел тогда веди приказал молодчик и подумав добавил шлем мазал сочи шалей от страха шадрин обречённо смотрел как троица расправляется со съестными припасами государь говоришь с набитым ртом осведомился курчавый молодчик а батьки всея руси нету нету вы меня убьёте молодчик проигнорировав вопрос с чувством отхлебнул из пузатой бутыли с двуглавым орлом на этикетке протянул бутыль блондину и принялся набивать рот бужениной свинина то нехорошо моня упрекнула молодчика девушка которая отмытая действительно оказалась вполне хороша как и утверждал покойный болотов бог простит махнул рукой молодчик жрите уже быстрей шо ли уходить надо куда спешить невозмутимо возразил блондин отдохнем сил наберемся этот господин не опасен я бы его таки шлепнул в огороде не согласился молодчик мало ли шо да и дружки его заждались уже на небесах а уходить по-любому надо уйдем хотя если верить этому господину из Москвы неизвестно куда мы отсюда угодим куда нибудь угодим жрат вы теперь завались пушки хорошие патронов много не пропадем ладно вы обещали мне кое-что рассказать полина обернулся к девушке блондин да полина опустила голову только я подумала наверное лучше вам этого не знать николя полгода назад полина гурвич солистка одесской оперы а заодно агент французской разведки была приглашена на прием который давал новый градоначальник прием громко сказано попойка отличалась от кабацкой лишь размахом самогон рекой крики сальные взгляды тем не менее требовалось отсидеть за столом положенное сделать уважение новой власти полина и сидела до тех пор пока не увидела как в залу входит человек материалы на которого она собирала человек так же как и она работал на второе бюро но потом открестился и сдал прежним властям полевых агентов полина встречалась с ним дважды передавала документы и фотографии рыхлый мордастый запитый этот человек всегда вызывал у нее брезгливость кто это поинтересовалась полина у соседа по столу взглядом указывая на мордастого лев лев николаевич задов городоправитель наш на секунду взгляды гурвич и задова встретились затем городоначальник отвернулся через 10 минут полина бежала с приема через окно в дамской комнате уходим Моня навьючил на себя рюкзак с провизией показывай вход сволочуга махнул он стволом перед носом шадрина я мог бы профессор запинался от страха может быть если вы останетесь оказать вам протекцию вот уж не стоит блондин заткнул за пояс револьвер болотова подумав приладил по соседству пистолет Лешко кстати почему у вас пришлых расстреливают не знаю но думаю ну-ну смелее подбодрил блондин думаю потому что хромола заразна у нас видите ли нет анархистов эсеров националистов а евреи есть хмуро осведомился кучерявый Моне у нас говорят жиды жиды есть шлепнул бы я тебя мечтательно поведал Моне ладно живи показывай где вход страшным выдался год 1919 от Рождества Христова а следующий 920 еще страшнее шестая армия южного фронта под командованием товарища фрунзе готовилась к прорыву через севаж начало которого по слухам ожидалось со дня на день бойцы третьего краснознаменного полка Моисей Перельмутер и Николай Краснов сидели у общего костра молчали прислушивались к разговорам был боец Перельмутер невысок плотен по коршу не носат и мелким бесом кучеряв еще был он не многословен не приветлив и вечно не брит и было в нем воровато и что-то лихое бандитское прошлое свое скрывал и что связывало его с широкоплечим до ассирийской темноты с муглым красновым оставалось неизвестным батальонный комиссар давно присматривался к обоим и пролетарским чутьем распознавал если не врагов то в лучшем случае попутчиков мутных временных ставить их к стенке однако комиссар не спешил храбрости был боец перельмутр необычайный и отваги отчаянный а краснов тот стрелял с двух рук на звук и на вскидку не меняясь в лице не целясь и не промахиваясь и таскал и таскал за собой бабенку тоже мутную как и он сам хотя и смазливую и кем ему та бабенка доводилась неизвестно вроде бы спали как муж с женой вместе а на людях друг дружки выкали всякое бывает прихлебывая чай из алюминиевой кружки степенно рассказывал Ванька Глебов бывший черноморский матрос вот случай был встали мы на якорь возле городишки одного название новый Афон а был у нас на коробке один местный все пещеры нахваливал хорошие дескать пещеры красоты необыкновенной давайте мол слазаем уговорил отпросились мы на берег в пятером на сутки и в те пещеры полезли в общем Глебов замолчал ну дальше что было подбодрил рассказчика краснов а дальше чертовщина началась полезли мы туда в пятером а вернулись всего двое остальные как под землю провалились искали мы их потом трое суток пока еще двоих не досчитались тоже как сквозь землю раз и нету людишек как не бывало как говоришь городишк тот назывался угрюмо спросил боец перельмутр новый Афон а что да так той же ночью бойцы перельмутр и краснов исчезли из расположения третьего краснознаменного полка 6 рабоче-крестьянской армии южного фронта под командованием товарища фрунзе и бабенка красновская красновская с ними сгинула комиссар которому доложили утром затвердел лицом выматерился пространно зря не прислушался к классовому чутью к пролетарскому и всех троих не расшлепал уходить надо хмуро сказал монет цимис когда пробравшись по лесной тропе оставили позади полковой обоз дрэкот как ее реальность подсказал краснов она где искать этот афон благороди новый афон на кавказе ответила за краснова полина только я думаю ни к чему нам туда все они друг друга стоят реальности пожалуй да невозмутимо согласился краснов есть конкретные предложения поля есть можно уехать эмигрировать куда же в париж попробуем пожить там к тому же под городом есть катакомбы вернее были в нашей реальности значит должны быть и здесь хорошая идея мне по душе ты Моне как Моне цимис помолчал угрюмо поворошил палую осеннюю листву носком сапога разойдемся предложил он выехать в париж а я пойду куда ты пойдешь не знаю может в афон может в одессу вернусь может еще куда хочется пожить красиво красиво здесь не получится тогда как получится а нас выходит бросишь Полина подошла положила ладонь Моне цимису на предплечье как мы без тебя ты ведь наш Полина замялась и смолкла талисман подсказал краснов да наш сникаля талисман Моне засопел нахмурился в Париже евреи есть спросил он глядя в сторону евреи есть конечно евреи везде есть ну тогда ладно дна